Стефан. Деяния святых апостолов, 6 глава, с 8 по 15 стих. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев или александрийцев и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Размышления, часть 1. Благодать и сила. Деяния святых апостолов, 6 глава, с 8 по 10 стих. Люди часто полагают, что благодать и сила несовместимы. Возможно, в миру это так. Но когда дело касается Бога, Его благодать совершается в нашей немощи и наполняет нас силой. Стефан совершал чудеса и знамения не своей силой. Бог, по милости, даровал свою силу этому смиренному и благочестивому человеку. Поэтому, когда Стефан противостоит некоторым, в синагоге либертинцев те сталкиваются с Божьей мудростью и словами от Духа. В сердечной гордыне они прибегают к обману и лжесвидетельству, чтобы уловить Стефана, как в свое время Иисуса Христа. Когда мы исполнены Божьей благодатью, мы исполняемся и Его силой. Если вы хотите наполниться духом и силой, чтобы достойно отвечать за свою веру, ежедневно читайте Библию и молитесь. Пусть Божья мудрость наполняет вас. Размышления. Часть 2. Перед лицом лжесвидетелей. Деяния святых апостолов. 6 глава. С 11 по 15 стих. 6 глава. 7 глава. 8 глава. 8 глава. 9 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 глава. Пожалуйста, дай нам являть своим обвинителем сострадание и Твою истину. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует.